На первый взгляд выбор поэмы покажется неоднозначным. Знатоки легко назовут десяток произведений «Солнце русской поэзии», которые в плане постановки подойдут гораздо больше. «Медный всадник» — это и своеобразный слог, и однообразие действия, и богатейший русский язык во всех его проявлениях, и трагедия в конце концов. Но режиссер, для которого это первая серьезная работа, свое видение. Я буду с вами откровенен. Лично я это произведение не выбирал. Дело в том, что этот спектакль ставился на деньги, которые выделяло нам наше государство. Честно говоря, я не думал и не знал, как можно воплотить это произведение на сцене, потому что это поэма. Она весьма, так скажем, по таймингу мала. Но в конечном итоге у нас получился весьма неплохой спектакль. Среднему звену это будет интересно тем, что это Пушкин, потому что среднее звено ныне плохо знает нашу классику. И хотя бы таким образом оно станет к этой классике соучастным, сопричастным. И, возможно, кто-то заинтересуется, кто-то для себя что-то новое откроет. Режиссер Артем Фоменко сыграл на контрасте. Он оттенил буйством и фривольностью творящимися на сцене истинную любовь и нежность главных героев. Смена ритма игры актеров, мультимедийный экран, на котором появлялось изображение памятника Петру Первому, разводные мосты, волны наводнения – все это не дало стихотворной поэме превратиться в обыкновенную громкую читку. Музыка создала впечатление присутствия, зрители ощутили и бьющиеся волны Невского потопа, и порывы шквалистого ветра. Сегодня премьера третьего спектакля в этом сезоне, поставленного на средства федеральной субсидии. Спектакль получил очень высокую оценку, по мнению всех членов художественного совета, потому что это несколько новый план, новая форма, новая творческая какая-то идея в нашем театре. Это пластика, это поэзия, это музыка, ну и, конечно же, это гениальный наш Александр Сергеевич Пушкин. В дальнейшем, конечно, наверное, повторится спектакль в середине января, после новогодних каникул. Этот спектакль будет адресован как детям молодежи, но также и для семейного просмотра. Работа над постановкой началась в ноябре, не обошлось без форс-мажора. Уже перед самой премьерой заменить уехавшего актера пришлось самому режиссеру. Срочный ввод усилил нервное напряжение, но премьерный показ прошел при полном аншлаге. Спектакль рассчитан на подростковую аудиторию. Школьники, оторвавшись от мобильников, волновались и сопереживали вместе с главным героем. «Медный всадник» – это уже третья премьера в новом сезоне Бийского драматического театра. Неванима, неванима, неважно, ни боли, ни жажды, Глада умирает каждый, рождая дожди.